Малыш Малыш Сказку поверишь раз, поверь Днём или ночью чудо оттроет верь Всегда мечтал быть танцором, но вот не сложилось И каждый понедельник выхожу сюда, в эту студию и говорю Здравствуйте, дорогие телезрители и гости нашей студии В эфире программа «Звёзды час» на канале ОРТ Для того, чтобы стать танцором, нужно много учиться заниматься Для того, чтобы работать в ведущем детской программы Надо всего-навсего уметь читать фамилии участников и вопросы викторины Например, вот сейчас я это сделаю 1825-й раз На площадке участники нашей игры О, да тут балетом Запахло балетом Вот они Удивительное вот что Что перед нами Шесть участниц девочек И это смутно мне о чём-то напоминает О чём? Правильно Сегодня у нас программа посвящена Празднику Международному женскому дню 8 марта И поэтому все наши участницы Сегодня Красивые, румяные Улыбающиеся Одна из них даже в балетной пачке По-моему Сейчас мы это точно узнаем Давайте познакомим сначала с ними Маша Гендова Город Владимир С папой Юрием Дмитриевичем Олеся Туюшева Село Шарлык С мамой Фарзаной Асхатовной Наташа Фурсова Деревня Борисовка С мамой Ольгой Николаевной Таня Хуслуддинова Город Набережной Челны С Таней приехала мама Наталья Геннадьевна Света Чумакова Село Новое Усмань С папой Юрием Ивановичем И наконец Маша Слесарева Город Москва С мамой Ириной Николаевной Поздравляю всех наших зрителей с праздником Желаем всяческой красоты, любви, здоровья Успехов, мужа хорошего Можно нескольких Ну а сейчас давайте с вами разберемся Кто из вас все-таки планировал начать игру со звездой на тележке Поднимите руки, кто хочет звезду Ну в такой день я бы вам всем подарил по звезде Но к сожалению правила нашей игры диктуют совсем другие условия Одна звезда на всех Вот кому она достанется, давайте посмотрим Итак, Маша Гендова, город Владимир Чем ты нас порадуешь? Я бы хотела поздравить всех женщин с праздником 8 марта Пожелать им здоровья, счастья, семейного благополучия А главное долголетие И в подарок я хотела бы вам подарить танец Который называется пицциката Пицциката? О, это очень хорошо Приятно начать по такую трогательную женскую программу с хорошего танца Дари нам танец У тебя есть пока время подготовиться А мы пока будем разговаривать с нашей Олесей Олесей, давай Меня зовут Олесь Я хочу вам спеть песню Катюши только на английском языке О, прекрасно, на английском языке Давай Apple trees and petros were blooming Mist were floating on a river deep And Katiush is going out in a glow On a river, born so high in deep And Katiush is going out in a glow On a river, born so high in deep She won't charge, same sweet and tellin' On the salt, the eagle of the steps On the one, the late, she loved dearly On the one, the late, she hits On the one, the late, she loves dearly On the one, the late, she hits Молодец! Здорово! Ну а тем временем, пока Олеся нам пела историю О английской девушке Катюше Заблудившейся в дремучем лесу И нашедшей путь только по обрывкам платья Которые остались на ветвях деревьев У нас Маша готова нам сплясать и станцевать Итак, пиццикату, танец пиццикату В исполнении Марии Гендовой Город Владимир АПЛОДИСМЕНТЫ ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-ТАМ-Т Браво! Спасибо тебе, Машенька. Вот говорил, мечтал стать танцором? Не стал. Вот сейчас бы так, как Маша бы здесь пиццикаты исполнял. Не судьба. Итак, Наташа Фурсова, деревня Борисовка, со своими сюрпризами. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям женщинам Маше. И я хочу сказать, я родилась в Борисовке. Это село находится в Липецкой области. А так как мой папа пчеловод, и я ему помогаю на пасеке ухаживать за пчелами, иногда они, конечно, кусаются. Ну, не без этого, что ж поделаешь? Но ради такого сладкого продукта, как мёд, можно терпеть эти укусы. Говорят, они ещё и полезные, кстати. И мёд – это как бы солнышко, тепло, лето. Это аромат всех цветов. Я хочу вам подарить вот эту небольшую баночку мёда, чтобы вы почувствовали, как это всё-таки приятно. И вообще даже многие люди говорят, что у нас в Липецкой области, а точнее во всём чернозёмном районе, самый вкусный мёд и самый лучший, самый полезный. Это мы обязательно попробуем. И с удовольствием в этом убедимся. Спасибо тебе большое, Наташенька. А ты, наверное, папе ещё помогаешь не только ухаживать за пчелами, но и есть мёд, наверное, да? Да. Вот сколько максимальное количество мёда, съеденное тобой за один раз? Ну, я его не так уж люблю, но... Ну, полведра ты, небось, съела? Да, полведра могу съесть. Полведра можешь? Могу. Ничего себе! Вот это да! Ну, по тебе это и видно. Ты очень такая румяная и очень красиво выглядишь. Молодец. Таня Хуснудинова. Я увлекаюсь вязанием, и я хотела бы подарить вам вот такую салфетку. Сама? Да. Сделала сама? Да. О-о-о. И вот такую вазу. О-о-о. Ещё я люблю плести бисером. Я хотела бы подарить вашей Ане вот такой браслетик в честь 8 марта. Наша Аня сейчас находится в свадебном путешествии, но когда она вернётся, мы обязательно этот ей браслет вручим. Спасибо тебе большое. Света Чумакова. Вот я вам тоже решила принести подарок. Давай. Вот эти вот грибочки, они очень вкусные, надеюсь, вам понравятся. И вот такого вот зверька, которого я сделала сама. А грибочки настоящие, что ли? Нет, они испечённые. Естественно. Но зато очень вкусные. Я так понимаю, корзину можно есть, нет? Нет, корзину нельзя, ты тоже корзину сделала сама. Ага. То есть ты буквально всё сделала сама? Да. То есть тебе нужно в передачу «Я сама» отправить насильным образом? И сама же ты, наверное, и украсила свою майку? Ну, мам помогала. Вот этими бантиками, маечку, ты украсила? Ну, это мы с мамой вместе делали. А на спине ничего нет? Нету. А что ж так? Ну, хорошо, спасибо. И, наконец, Маша Слесарева, город Москва. Я тоже увлекаюсь вязанием и хочу подарить программе «Звёздный час» вот эту салфетку. Это вот сюда вот за шиворот надевать, когда кушать садишься? Нет. А как? На стол. На стол класть? Да. И на этом надо есть, на этой красоте? Нет. А что на этом должно стоять? Ваза. Ваза. У меня ваза есть, вот. У меня есть ваза, мне есть теперь чего поставить. И ещё я люблю плести из бисера и сплела кораллы. Ого, это не натуральный коралл? Нет. Это ты сама сделала? Да. Ничего себе. Вот это да. Всё или ещё что-то? Ещё. Я там вижу, что-то в коробочке такое попахивает чем-то вкусненьким. Ещё мы с мамой вместе спекли вам пирог. Покажи, пожалуйста, нам его. Не нервничай, главное не торопись, чтобы он не упал на пол. Ой-ёй-ёй, с чем пирог, из чего? С орешками и с безе. Безе. Безе щедрин. Замечательно. Ну и что мне теперь с вами делать прикажете? Вот с такими всеми красивыми. 8 марта. Вот нет ничего хуже для женщины, если среди нескольких женщин кого-нибудь выделяют, а её нет. Понимаете, вот я знаю женщин не понаслышке. У меня было несколько знакомых женщин в жизни. И когда вот одной скажешь, тебе звезду, а вам всем типа не надо звезды, ты наживёшь себе 5 крепких таких врагов в жизни. И больше ничего не добьёшься. Так же, по-моему, будет и у нас сегодня здесь. Поэтому я вам всем в честь праздника дарю одну звезду. Вот эти 6 звёзд, они сейчас окажутся на ваших тележках. Ну а мы с вами давайте сейчас приготовимся к первому игровому вопросу нашей программы. Внимание, на экран. И перед вами 8 названий цветов. Пожалуйста, внимание. Калла, Лилия, Орхидея, Гладиолус, Хризантема, Ирис, Роза и Пион. И помочь нам в этом вопросе может только ваза с настоящим букетом, который сейчас мой юный помощник и поставил перед вами. Спасибо тебе большое. Не за что. Как же не за что. Цветы 8 марта – это всегда приятно. Даже нам, мужчинам. Ну что, друзья мои, давайте начнём. Я вам буду показывать цветок, а вы будете на него смотреть, вспоминать, догадываться и поднимать табличку с номером, который, вы как считаете, соответствует этому цветку. Понятно? Ну, начнём вот с этого, например. Ну вот, ну вот, разомнёмся. Вот это что у нас за цветочек? Тишина полная в студии. Тишина очень тихо в студии. И, пожалуйста, поднимайте ваши таблички. Перед вами этот цветок. Таблички. Хм, во как. Олеси решила, что это хризантема. Но она была не права. Действительно, гвоздика здесь её нет. Табличка ноль. И все, кроме Олеси, вперёд! На дно дели нашей площадки! Хорошо, следующий вопрос. Ну что ж, ну давайте вот с этим, что ли. Вот, пожалуйста, тишина в студии. Как вы думаете, что это за чудесный цветок? Так, пожалуйста, таблички. Угу. Хочется мне от всей души поблагодарить нашу Машу. Она единственная, кто угадала. Это действительно лилия номер два. Есть в Графском парке Чёрный пруд. Там лилии цветут. Вот, очень интересный цветок. Очень интересный цветочек. Смотрите-ка. Вот он, этот цвет волшебный. Как называется он? Вот ещё тут маленький кусочек его. Пожалуйста. Вот это для меня полная неожиданность. Откуда вы знаете, что это ирис? Действительно, это ирис номер шесть. У-у-у. А пахнет как... Ой, Маша. Пока мы тут с цветами упражняемся, Маша вышла во второй тур. Посмотрите-ка. С праздничком тебя, Машечка, с праздничком. Ну, хорошо. А вот это что за цветок в таком случае. Посмотрите. Тишина, пожалуйста, в студии. Я понимаю, что очень много женщин здесь. И все они знают, что это за цветы. Но, пожалуйста, дайте нам всё-таки выяснить, кто же у нас победитель, а? Давайте таблички. Ну? Таблички. Ну что ж, мнения разделились. Но большинство из вас совершенно правы. Это орхидея. Орхидея номер три. Ой. А Наташа с Таней тоже вышли во второй тур? Как же быть-то, а? Ой-ой-ой. Ну ладно. В таком случае перед вами цветочек. Запах потрясающий просто. Потрясающий запах. Друзья мои, и все, почему-то, кроме свита нашей замечательной, бедной, решили, что это хризантема. Так оно и есть. Хризантема номер пять. Все вперёд, кроме Светы. И все пятеро выходят во второй тур. А тебе, дорогая Света, мы дарим букет прекрасных тюльпанов. Наши сувениры, подарки. И от меня лично вот эту веточку хризантем. Понюхай её. Ты никогда больше не перепутаешь. Чувствуешь? Ага. Ты знала же, или ты просто запуталась? Запуталась. Запуталась. Вот тебе ещё веточный хризантем. Спасибо тебе огромное за игру. Ну а с вами, дорогие друзья, мы увидимся ровно через несколько секунд. Мы продолжаем в эфире праздничной выпуск программы «Звёздный час». Женщины, дорогие любимые, с праздником вас! Так, внимание, сейчас мы будем с вами работать с буквами «Кубики» в студию. Ну что ж, записывайте буквы. И думайте хорошенько. Самое длинное слово. Это значит, что дорога к ящикам открыта, а в ящиках несметные сокровища лежат. Призы, магнитофоны, телевизоры, калькуляторы, электробритвы. Время, стекло. Закрыли ручки, отложили свои фломастеры. Хорошо, давайте посмотрим, какие у вас есть слова. Поехали. Стакан, костюм. Понятно, стакан. Но мне стакан тут более по душе. Стакан, шесть букв, хорошо? Станок. Станок, шесть букв. Казино. Казино, шесть букв. Нитка. Нитка, пять букв и? Каток. А? Каток. Каток, пять букв. Итак, мы можем с чистым сердцем поаплодировать трем нашим участникам, потому что их мама и папа придумали слова из шести букв. И это у нас Маша, Олеся и Наташа. Молодцы, шесть букв. За это вам полагается звезда. Ну, а теперь самое интересное, какие слова придумали вы? Да, ты, например, Маша. Конфета. Как? Конфета. Конфета. Вместо буквы Ф ты взяла звезду. Молодец! Вот это да! Это семь букв, между прочим. На дороге не валяется. Кино. Кино. Четыре буквы. Хорошо. Наталья. Сектор. Сектор. Сектор приз. Шесть букв. Хорошо. Аплодисменты шесть букв. Это тоже немало. Танечка. Киоск. 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 Пять букв. Пять букв. Хорошо. Маша. Кисть. 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 Тоже пять букв. Ну, что могу сказать? Маша Гендова и в этот раз всех опередила. Смотрите-ка. И сейчас она составила самое длинное слово из семь букв, за что мы ей позволяем пройти к нашим ящикам. Пожалуйста, Маша. Добро пожаловать к нашим ящикам. Какой из них ты хотела бы открыть? Подумай. Какой? Фиолетовый. Фиолетовый. Открывай. Посмотрим, что у нас в фиолетовом ящике лежит. Ну-ка. А там лежит нечто необычайное. О! Господи, сказала Наташа. Сказала дочь пасечника. Там лежат ракетки для пинг-понга. Пинг-понг. Пинг-понг. Пожалуйста, вставай на место. Ну, знаешь, все сгодится в хозяйство. Ими можно цемент мешать. Можно намазывать гуталином. Ими... Ну, много можно. Можно, в конце концов, я уж полную глупость говорю, можно поиграть в пинг-понг ими. Ну, это, конечно, ты этим заниматься не будешь. Ну и хорошо. Друзья мои, мне очень жаль. Но, дорогая Олеся. Дорогая Олеся. Господи, что, не хватало, чтобы сейчас все встали и сняли шапки? Все правильно? Ты все правильно делаешь? Ну, только не так траурно, а весело. Знаешь, так проводи девушкой весело. Давай. Три-четыре аплодисменты. Хоп! 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 Олеся покидает нашу площадку. Она составила слово четырехгуток. Это очень мало. Спасибо тебе, Олеся. Большое аплодисменты всем участникам, особенно Олеся. Ей сейчас грустно. Немножко тяжело, но ничего это бывает. Ничего страшного. А мы продолжаем по-прежнему в эфире программы «Звездный час» праздничный женский выпуск. Итак, четыре участницы осталось в нашей площадке. Это Маша Гендова, Наташа Курсова, Таня Хрустудинова и Маша Слесарева. Итак, начнем нашу логическую олимпиаду с очень неприятной темы – жуки. Перед вами скакун, пруссак и светляк. Я считаю, что все это название жуков. Как вы думаете, нет ли здесь чего-нибудь лишнего? Поднимайте таблички, пожалуйста. Ну, быстрее, 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 быстрее. Во, Наташа прямо отдувается, бедная. Что ж, у тебя по квартире не бегают пруссаки? Нет. Пруссаки – это тараканы. Правильная табличка 2, конечно. Пруссак – таракан. А вот остальные – это жуки. Аплодисменты всем, кроме Маши. Вперед, 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 вперед. На одно деление. Молодцы. Кто был первым? Я не заметил. Таня. Таня была первой. Она получает еще одну звездочку. И у него, у нее их становится три. И снова мы возвращаемся к нашей русской старине. Теперь только к одежде. Копор, кафтан и сюртук. Вопрос такой. Я думаю, что все это мужская одежда. О, вы знаете, мне даже приятно это видеть. Ведь капор-то – это у нас женский головной убор. Поэтому Наташа, моя дорогая Наташа Фурсова из деревни Борисовка, выходит в финал. Да, 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 Наташенька, да. Чего ты так расстроилась? Господи. Все нормально, ты вышла в финал. А вот Маша со второй Маши, две Маши, сегодня у нас, к сожалению, покидают нашу площадку. Под ваши аплодисменты. И с полными охапками цветов, сувениров от нашей программы. С праздником вас, дорогие девочки. С праздником. Будьте счастливы, красивы, любимы и умны по возможности. Спасибо большое. А мы с вами переходим к финалу в эфире «Звездный час». Ну что ж, друзья мои, настал волнительный для меня, например, момент, потому что справа от меня сидит Таня Хуснуддинова из города Набережной Челны. Слева от меня Наташа Фурсова из деревни Борисовка. Перед вами слово «Торжество». Торжество! Отложи ручку, ножку и бумажку. Вот. Хорошая девочка. Напомню, что у Тани на две звезды больше, чем у Наташи. Тем самым она, конечно, находится в очень выгодном положении. Нет смысла вам объяснять, что такое два лишних слова в финале, да? Наталья. Да. Но ты, пожалуйста, не унывай. Я не унываю. Не унывай, да. А вот сейчас мы с тобой все выясним. Танюш, начинай. Громко, отчетливо, ясно. Давай. Рот. Рот. Тор. Тор. Сорт. Сорт. Трос. Трос, хорошо. Кто? Вор. Вор. Ров. Ров. Жест. Рост. Жест, рост, хорошо. Торт. Торт. Две буквы Т есть. Тост тоже есть. Сор. Сор есть. Торст был. Торст, не было торса. Торст. Торст. Трост. Трост. Трост? Что такое трост? По-грузински трость? Трост. На это трост нельзя. Звезду даешь. О, Таня избавилась от одной звезды. Это приятно. Ор. Ор? Да. Прекрасное слово ор. Почему же мы раньше его не вспомнили? Танюша. Можно? А? Сов. Ты что-то меня уговариваешь. Можно или нет? Я бы тебе все разрешил. Но в русском языке нет слова сов, понимаешь? Сова есть. Но буква нет. Еще одну звезду забираю. Равная борьба. Замечательно. Такое слово есть? Какое? Вот такое. Эээ, жор? Жор. А как же нет? Нет, конечно, есть. Да, да, жор. Когда на рыбалку идешь, там начинается жор у рыбы и у комаров. Все правильно. Слово жор есть. Маму. Маму. Аплодисменты Таниной команде. Сила на исходе. И на помощь своей дочери устремляется мама нашей Тани Хуснудиновой из Набережных Челов. У нее в запасе есть немало слов. Я в этом совершенно уверен. Пожалуйста. Сор. Сор был давно уже. Где вы были? Тест. Прекрасно. Тест. Было. Нет, не было. Прекрасно. Что? Тесто. Тесто. Ох ты моя умница. Вот так вот. Вес. Вес. Пошло. Вес. Хорошо. Сев. Сев. А вот хитрая какая. Она сидит переворачивающих слова. Сев. Вес. Тесто. Тесто. Рев. Рев можно? Рев. Она опять меня спрашивает, можно или нет. Ну, как ты сама думаешь-то? Ну, рев. Рев. Что такое рев? Ворот. Рев-трибунал, что ли? Ворот. Ворот. Молодец. Маму. Вот, все. Кончились силы. Пожалуйста, аплодисменты нашей команде из села Борисовка. Наташа Фурсова со своей мамой собираются всерьез победить в нашей сегодняшней программе. Пожелаем им в этом удачи. Жест. А? Жест. Жест. Сожалею, но жест уже был. Ну, створ. Створа не было. Створ. Что скажете? Раз. Тор был. Тор. Был. Сам первым. Два. Вор. Вор был. Три. Четыре. С панловиной. С восьмым марта вас, дорогие мои, вкуснудиновые. Все. Наташа, как заядлая чемпионка мира по шахматам, сейчас сделала так. Если бы вы видели, это прекрасно было. Как будто ждала эта победа. Да, молодец. Молодец. Призы и подарки нашей Тане Хвастудиновой, ее маме. На память об участии в нашей игре. Это цветы вам. А девушек больше не рисуют вот такие вот подарки, чем цветы. Держи, Танюша, это тебе. Тут палочка загнулась, это антенна. Потом ее выпрямишь. Спасибо огромное. Ну, а вы не уходите далеко. Сейчас будет церемония награждения. Звездный час. Слова, улыбки, поцелуи, цветы и наши сувениры. И сюрпризы. Не расстраивайся, говорит Наташа Таня. Молодец. А сама-то рада. Ой-ой-ой. В эфире «Звездный час». Церемония награждения. Наталья Фурсова, пожалуйста. Гром аплодисментов. Сегодня у нее двойной праздник. Тройной, четверной, пятерной. Если мы начнем перебирать, как ей сегодня, сколько раз ей сегодня повезло в жизни, мы собьемся со счета. Она попала на нашу программу. Она не вылетела в первом туре. Она уцелела во втором. Она с триумфом вышла в финал и в финале победила. Рядом с ней стоит один из самых симпатичных ведущих канала ОРТ. Рядом с ней стоит цветок Орхидея. Не каждый день такой цветок можно увидеть. Мало того, на нее смотрят сейчас несколько миллионов человек. Ее сверстников старше, младше, совсем старых людей, пожилых. Ну и она имеет сейчас возможность ко всем ним обратиться с каким-нибудь воззванием. Твой звездный час настал, Наташа. Я очень этому рада. И, во-первых, я хотела бы поздравить всех наших женщин с 8 марта. Я желаю, чтобы они всегда были красивыми, умными и, самое главное, счастливыми. Вот сейчас у меня счастье. И я хочу, чтобы каждая женщина, да и мужчина были, были как бы всегда так счастливы, как я. Спасибо, что не забыла про мужчин еще. Пусть мужчины тоже будут немножко счастливы иногда, ладно? Пусть женщины будут всегда счастливы, а мужчины только иногда. Хорошо. Ну что ж, друзья мои. Сейчас мы с вами увидим потрясающую презентацию подарков и призов, которую нам устроила группа «Серьга» и лично Сергей Галанин. Аплодисменты! Вот он, красавец. Плейбой русского рок-н-ролла. Не фунт изюма. Наташа, дорогая Наташа, мы как раз те самые мужчины, о которых говорила ты и дядя Сережа. Дедушка Сережа, можно так, я не обижаюсь. Мы рады поздравить тебя в этот прекрасный весенний день. Тебя, начинающую, так сказать, девушку, с этим праздником. Вручаем тебе самые важные призы в твоей жизни, наверное, ну, на сегодняшний день, надеемся. Диплом. Цветы. И? И вот этот вот кубок, который должен занять достойное место в мамином серванте. Может, у неё есть уже свой серван? У тебя есть свой серван? Нет. Ну, купим тебе сервант ещё для кубка, для такого не жалко серван подарить. Ну, это ещё не всё, очевидно, что-то ещё у ребят есть, да? Мы тебе дарим рюкзачок, чтобы этот кубок, в общем-то, до серванта донести. Да. Вот. Так что, ну... Целости сохранен. Да. И там ещё какая-то мелочь была, по-моему, у вас, ребят. А что это такое у нас? Видеомагнитофон? Настоящий? О-о-о-о! Ничего себе! Повезло, Наталья, да? Да. Ты сейчас веришь, что сейчас всё это с тобой происходит? Вообще-то верю. Ущипать тебя не надо? Нет. Я бы с удовольствием, честно говоря. Ну что ж, тем не менее, поздравляю тебя с победой. А вас, дорогие телезрители, я поздравляю с тем, что очередная программа «Звёздный час» подошла к концу. Но особенно не утешайте себя. А ровно через неделю мы снова увидимся и снова будем смеяться и подержаться друг над другом и над всеми сразу. Это была программа «Звёздный час», и я её ведущий Сергей Супонев. До новых встреч, пока! И всех с праздником, дорогие женщины! Мы вас всех любим, целуем, обнимаем. Будьте здоровы! Звёздный час Звёздный час Звёздный час Звёздный час Звёздный час Я снова уезжаю Звёздный час Я далеко Звёздный час Звёздный час